Мы начали говорить о Китае, мы, кстати, будем исследовать за тем, что происходит на Украине, но вот действительно, происходящее в Китае очень, в китайско-американских отношениях очень необычно и очень странно. При этом посол КНР в США перед переговорами предупреждал американскую сторону. На мой взгляд, основной для выстраивания диалога между сторонами является равенство и взаимоуважение. Вопрос, который вы только что упомянули, касается суверенитета КНР, территориальной целостности и национального единства. Все это основные интересы КНР. В этих вопросах мы не пойдем на компромисс. Эту позицию мы также четко обозначим на встрече. Не нужно думать, что оказав давление на Китай в одностороннем порядке или с помощью других стран, Китай пойдет на компромисс и уступки. Честно предупредил, но Блинкену пофиг, у него своя повестка. Я слышу от коллег в мире, сильно отличается от того, что вы описали. Я слышу глубокое удовлетворение, что США вернулись, и что мы восстанавливаем наши отношения с союзниками и партнерами. Я также слышу глубокую обеспокоенность по поводу некоторых действий, которые предпринимает ваше правительство. На что Алексей у нас уже в эфире. Напоминаю, мы беседуем с моим другом, выдающимся специалистом по Китаю, исполняющим обязанности директора Института Дальнего Востока, профессором, доктором наук Алексеем Масловым. Алексей, ну он называется «Не надо воспринимать китайскую вежливость за слабость». То есть китайцы, когда надо, могут и палец поднять, и вежливо говоря объяснить Блинкину, ты вообще кто такой, что сошел с ума? Вот как это звучало от Ян Цзэ Чи, курирующего внешнюю политику Китая, члена Политбюро ЦК КПК. У США нет права говорить с Китаем с позиции силы. Даже 20 или 30 лет назад американская сторона не имела права это делать, потому что так с китайским народом дела не ведутся. Если США хотят правильно вести дела, то давайте следовать необходимым протоколам. Сотрудничество выгодно обеим сторонам, и этого ждут люди во всем мире. При этом дальше были еще более жесткие слова. Забавно, что даже появился шуточный мультфильм на тему, как проходили переговоры. Этот язык из нас двоих знаешь ты, так что не жди от меня перевода. Я не знаю, о чем они говорят. Мы пытаемся сейчас дозвониться до Алексея еще раз, у нас исчезла связь. Но вот шутки шутками, а ситуация-то тяжелейшая. Все-таки напомню, Китай не хухры-мухры. Китай это гигантская страна, полтора миллиарда, крупнейшая экономика, серьезнейшая армия, свои интересы. Алексей, Китай как? Да, извините. Готовится к войне? И уже не только торговый? Нет, нет, нет. Я думаю, что Китай как раз воевать не хочет. Он честно об этом говорит. Он даже не запугивает никаких своих оппонентов. Я как раз начал говорить историю, что Ян Зи Чи говорил 15 минут вчера на китайском языке, а потом, усмехнувшись, сказал на прекрасном английском языке, сказал, вот все, что я сказал, это хороший тест для переводчика. В смысле, переводи. Вот надо понять, а что вообще поспорили две страны? Блинкен высказал две серьезных претензии. Первая, как сейчас всплывает, это, во-первых, Гонконг, Тибет, Синдзян, ну, естественно, спорт. Первая группа, ну, а вторая группа, это, конечно, то, что связано с китайским нарушением правил в киберпространстве, китайский кибершпионаж. То есть, Блинкен думал, насколько можно понять, он отработает свою роль, выскажет, покажет, что Америка возвращается к роли вот такого жесткого ментора, и внезапно Китай повел себя не так, как рассчитывали американцы. Китай, то есть, Ян Зи Чи начал довольно жестко отвечать, и он отвечал весьма конструктивно, потому что здесь есть, на мой взгляд, одна проблема, мы знаем описание того, что произошло с английского языка, ну, и мало кто читает на китайском языке. Я не поленился, я прочитал, ну, по крайней мере, то, что пишут китайские газеты и цитируют Ян Зи Чи, он же отвечал очень грамотно и спокойно. И он, во-первых, сказал три важных вещи, и это уже сейчас много цитируется, что Америка не может выступать от имени всего западного мира, и даже те люди, которые сидят перед ним, не могут выступать от всей Америки, потому что у Америки могут быть другие, другое мнение. И это, на мой взгляд, просто блестяще абсолютно. Сильно, да, конечно. Потому что, ребят, не берите на себя говорить от всех, говорите за себя. А то, смотрите, мы рассмотрим вопрос, а насколько легитимны те люди, которые сидят перед нами. Абсолютно точно. Второе, что сказал Ян Зи Чи, он сказал, что все вот вопросы, которые вы называете, в том числе Синьцзян, Тибет, это внутреннее дело Китая. Вам, честно говоря, какое до этого дело? Но это был тонкий намек, что мы же не спрашиваем, что у вас там в прошлом августе происходило, да и совсем недавно с созданием Сената. Ну, это ваше дело, разбирайтесь. Падают, не падают ваши президенты. Ну, это ваша трагедия, что тут говорить. Вот, в принципе, здесь мы увидели совсем другого Китая. Честно говоря, я такой Китай знаю, но я с ним сталкиваюсь на переговорах, в том числе и личных. Я понимаю, что Китай далеко не столь мягкий, вежливый, симпатичный, как мы привыкли о нём думать. Когда ему надо, Китай очень жёстко... Не сахарная булочка. Это уж точно. Более того, вот это такой есть контраст, когда китайский дипломат или китайский специалист внезапно, который только что улыбался, который был твоим лучшим другом, который с тобой вчера ужинал, говорил с тобой о семьях, о семье, о развитии, вдруг он начинает смотреть жёстко, глаза становятся колючими, и он вот в этот момент, он начинает отставить не свою, он начинает отставить государственную позицию. Он показывает, что он борется за ту страну, за ту родину, которую он любит. И он не говорит, как многим кажется, какими-то лозунгами по методичке ЦК КПК. Ведь Ян Зечи, я не знаю, готовил он на эту речь или не готовил, он же сказал... Вот его речь очень живая была. И он сказал, что, вы знаете, мы готовы переговаривать обо всём, чём угодно, но от своих идеалов мы не откажемся. То есть, он постулировал одну важную вещь, что не страшно говорить об идеалах страны. Мы почему-то очень боимся на переговорах говорить об идеалах. Мы боимся говорить о российских идеалах, боимся говорить о российских интересах, о самолётах, да, китайских самолётах, да. Но Китай, например, не боится об этом говорить. И вот оказалось, что, в общем, такой напорок Блинкен не ожидал. Он как раз сказал, он там тонко подчеркнул, сейчас не помню точную фразу, что Китай дал достойный ответ. Ну и, конечно, блестящее абсолютно выражение Ван И, министра на странах дела Китая, вот как раз китайская делегация, я вижу на экране, Ван И очень хорошо сказал, слушайте, ну так с гостями не поступают. Вот, ну потому что для Китая протокол очень важен. Приехала китайская делегация, и тут вот как раз Ван И, министра на странах дела на экране, и вдруг их там по полной программе обхамили. И вот интересно, какова реакция? А реакция в том, что нет, на мой взгляд, войны не будет, просто мира не будет. Но заметьте, как интересно, Блинкен попытался выгнать журналистов, а китайская сторона говорит, нет-нет, останьтесь. Да, абсолютно правильно. И это, обратите внимание, вообще, как Китай и США поменялись местами. С той точки зрения, что всегда мы считали, что Китай такая закрытая, напряжённая страна, люди застёгнутые на все пуговицы, с ними невозможно говорить, американцы раскованные, свободные ребята, журналисты давайте. И вдруг внезапно всё поменялось. Потому что Китай не боится выносить конфликтные вопросы на переговоры. Это говорит ещё о том, что Китай научился отвечать. Вот эта дипломатия волков, которая сейчас, это китайское выражение, молодых, жёстких дипломатов, она сейчас приобретает всё больше и больше окраску. И посмотрите, Китай зависит от США, кстати говоря, намного больше, чем Россия от США. Но потому что Китай вложил в США сотни миллиардов долларов. Там китайские деньги, там идут китайские инвестиции. Китаю, казалось бы, надо сглаживать до последнего всё. Прогорели все эти китайские инвестиции. Нет, Китай говорит, мы не боимся этого. А почему они собирались в Анкориджи? Это же место не очень, вежливо говоря, удобное. Ни по погоде, ни почему. Зачем, Анкориджи? Потому что они не хотели встречаться в Китае. Американцы не хотели приезжать в Китай. Это было уже известно. И, судя по всему, есть такие утечки информации, что китайская делец сказала, давайте на нейтральной почве. Но поскольку нейтральная почва, то есть третья сторона, совсем уж не подходит, всё-таки США с Китаем не поругались до конца. Вот была выбрана бывшая российская территория. Территория бывшей Российской Европы. Но это выглядит как хамство в отношении нас. Ну, на мой взгляд, да. Но это американцы выбирали. Но, понимаете... Алексей, скажи мне, я правильно понимаю, что вот в этой администрации нет никого, американцев, кто вообще понимает Китай? Потому что Блинкин, конечно, проявил себя как человек, вообще не понимавший, с кем он сел за стол переговоров. То есть домашнюю работу человек вообще не делал. Так мне кажется, что нынешние советники по Китаю или вообще по Азии, они значились слабее у Байдена, чем у Трампа. Потому что трамповские советники, там часть из которых... То есть многие из них были просто известные специалисты по Китаю. Они как раз и отстроили антикитайский контур. Он может быть неприятный, но он отстроен-то был верно. А у Блинкин вообще, судя по всему, специалистов не было. То есть вот эта попытка нахрапом бабахнуть по Китаю... И вот то есть... Мне сначала показалось, когда я начал читать то, что говорят американцы китайцы, что это такая работа на публику. Что за этим стоит какая-то тонкость, которую, может быть, я не понимаю. Нет, за этим стоит глупость. Потому что так с Китаем нельзя поступать. Даже если ты хочешь победить Китай, не надо хамить этому Китаю. На самом деле, мне кажется, это от бессилия. Потому что... Глупость, конечно, редкостная. Но при этом Китай ведь отреагировал на хамские слова Байдена в адрес Путина. Да. Во-первых, Китай отреагировал. Но меня, кстати говоря, многие начали сам спрашивать в Телеграм-канале, а почему он в Китае официально не заявил, как так, что не пойдёт. Просто все ожидали, что Си Цзиньпин выступит, скажет, не дадим в обиду нашего друга Путина. Но Китай тоньше. Потому что это, ну, простите, Путин не нуждается в защите Китая. Это совсем уж было бы смешно. Китай начал говорить о недопустимости хамских выражений во внешней политике. И на самом деле, это не только по поводу высказаний Байдена в адрес Путина. Это, на мой взгляд, вообще высказания в адресе Китая. Кстати говоря, практически все китайские интернет-каналы, они опубликовали ответ Путина. И там масса мемов, смешные мемы. Китайцы по-разному переводили вот это путинское выражение. Кто обзывается, то так и называется. И там уже идут споры, что под этим подразумевается. Но всех это сильно насмешило. То есть, на самом деле, американцы попали в ловушку свою. Вот меня, честно говоря, я понимаю, что Байден – это странный персонаж во внешней политике, в нынешней внешней политике. Но меня пугает другое. Понимаете, когда великая держава действует настолько безответственно по отношению к другой великой державе, ситуация ухудшается у всех. Вот безответственность внешних действий США стала нормативом. Она стала нормативом при Трампе. Она становится и сейчас нормативом. И посмотрите, как Китай растет с точки зрения выстраивания своей дипломатии. Аккуратно, жестко, спокойно. И потому что мы должны еще что ожидать. Ведь почему-то все ожидают, что вот-вот будет какой-то российско-китайский военный альянс. И там даже американцы, я смотрю, сегодня публикуют после вот этого, этой пикировки в Анкоридже, Россия и Китай еще больше сблизятся в военном положении. На самом деле нет. Там взаимодействие еще более глубинное, чем можно предположить. Вот самая простая история. То, что Китай принимает сейчас решение до конца десятилетия избавиться от угля. То есть, не использовать уголь. А в Китае уголь сейчас занимает едва ли не 60-70% вообще всех топливных запасов. И перейти на два компонента. На газ и на электричество. В том числе на аккумуляторы. Газ как раз, Россия является основным поставщиком газа в Китай сейчас. И вот, когда Китай принимает такое принципиальное решение, избавление от угля. А уголь-то он закупал в основном у Австралии, которая некорректно себя ведет по отношению к Китаю. Россия здесь выигрывает. Все же ожидают, что Россия с Китаем будет вместе нападать на США. Да нет, Россия с Китаем строит энергетический альянс. И вот это как раз и есть грамотность планирования, на мой взгляд. Но это показывает, что Китай рассматривает Россию как долгосрочного стратегического партнера. Сто процентов да, но мы должны что понимать еще? Плюс, а какого типа энергии они хотят получать? То есть, атомную энергетику они рассматривают или нет? Очень аккуратно, потому что, кстати говоря, единственная страна, которая успешно строит атомные электростанции в Китае, это Россия. Я просто к тому и веду, потому что Россия является, ну, я бы сказал абсолютным лидером, но скажу корректно, одним из лидеров этого направления в мире. Ну, потому что Россия еще в бытность Кириенко, началась, это именно на Атомпроме, началась очень грамотная политика, что мы предоставляем не только строительство блока, энергоблока, вот Тяньваньская АЭС есть в Китае такая, а мы предоставляем еще и пакет обслуживания, причем там на очень долгое время. И китайцам спокойнее, потому что мы обслуживаем и сами отсматриваем этот блок. Я не знаю, честно говоря, почему мы так мало об этом рассказываем. Все время говорят, что китайцы вывозят из России лес. Да нет, российские атомные электростанции стоят в Китае. Вот об этом надо говорить. Другой очень важный момент. Китай, конечно, будет сейчас активно наращивать использование электричества, которое вырабатывается в конечном счете из газа, путем долгой переработки. И Китай решил к 2030 году запустить на улице более миллиона электромобилей. Это колоссальное количество. И самое главное, что после этого Китай избавляется постепенно от бензиновой зависимости. А почему это важно? Да потому что… Минучка, только давай еще скажем, что они запретили Теслу. Они запретили Теслу для госслужащих и для сотрудников вооруженных сил, для служащих вооруженных сил и сотрудников структур силовых. Потому что они считают, что Тесла может фотографировать, записывать места, куда приезжают и все, что вокруг. А это они допустить не могут. Да, хотя у Теслы самые большие вообще продажи в мире – это именно в Китае. И на Теслу идут записи там за, на много, по-моему, лет уже вперед, именно в Китае. Ну ничего, запретили. И вот посмотрите, как Китай действует. Он запретил Теслу и запускает свои параллельные машины. Причем выпускают, это та же самая компания, что выпускает BMW на территории Китая. Вот как Китай действует. Это очередной важный прорыв. Здесь тоже нам надо понимать, что Китай очень активно умеет пользоваться Россией. В том числе и прикрываясь ей. Конечно. Готовится сейчас визит Лаврова в Китай. И где будут говорить об углубленном стратегическом партнерстве. То есть, все нормально. Мне кажется, нам надо все-таки более-менее учиться извлекать из Китая пользу. А не просто говорить о Китае, как о нашем добром, большом партнере. Китай-то извлекает же пользу от России. И еще один важный момент. Вот уже сегодня говорили о визите китайской делегации в Крым. И заговорили. Вот сейчас Китай признает Крым. Или не признает Крым. Нет, скорее всего, говорят признает. Но это вот какой-то такой упрощенный взгляд на вещи. Признает, не признает. Ведь в конце концов есть масса промежуточных вариантов. Конечно. Да, ну, например, Китай может спокойно начинать без всяких официальных заявлений инвестиции в Крым. Или закупать, предположим, Крымскую. Китай вообще туда приехал. Уже очень сильное заявление. Еще вопрос, как они туда въехали. С территории Украины или с территории России? Это же тоже в языке дипломатии очень о многом говорит. Да, но самое главное еще, что Китай об этом написал в китайских же газетах. Понимаете, что Китай это не скрывает. Я не стал бы надеяться на то, что сейчас Китай будет в массовом порядке закупать крымскую продукцию. Но будем реалистами. Это не самое сейчас интересное. Но с факта, что делегация приехала, начинаются хоть какие-то переговоры. Сейчас, главное, прошу прощения, самому Крыму не... Вот-вот. Крым не самый легкий переговорщик. Вот. Так, ну, как бы я... Алексей, ну, подожди. Здесь мы с тобой опять нарываемся, понимаешь? Нам нельзя идти путем Блинкина. Для того, чтобы что-то получилось, надо, чтобы ребята в Крыму, глубоко уважаемые, словом говоря, позвонили в твой институт и сказали, к нам приехали китайские товарищи. Помогите с экспертизой. Помогите провести переговоры. Помогите сделать это так, чтобы не обидело китайских товарищей. То есть, знаешь, как было раньше. Пришлите из, там, правильного посада бояре на голову мудрого. Чтобы он с людьми поработал и все объяснил. Ну, правильно. Честно говоря, все обманываются на Китае, причем на одних и тех же вещах. Когда говорят, о, слушайте, мы все, договоримся, классные ребята приехали, мы их накормили, напоили. Они нам обещали тут вложить. А потом начинаются все эти проблемы. Поэтому надо готовиться заранее. Надо проводить экспертизы. Надо понимать, как проводить переговоры. Дизель Леблинкин, это классный, классный негативный пример. Вот посмотрите, как не надо поступать. Потому что ребята, я думаю, китайские, американские, могли договориться о многих интересных финансовых вещах. Нет, они о чем договорились? О том, что будут взаимодействовать в области климата. Это важный момент, я прекрасно понимаю. Но мир-то волнует не столько климат, сколько восстановление мировой торговли. И вот нас-то волнует не то, что китайская делегация доехала до Крыма, здорово. Нас волнует, что мы можем вывезти какую-то крымскую продукцию в Китай, чтобы в конце концов начинать… Да нам сейчас настолько нужны инвестиции, что было бы за благо, если бы китайские инвестиции пришли в Крым. Вот это было бы очень значимо. Да, это правильно, но просто так нельзя же показать, как часто делают, открою небольшой секрет. Я говорил с людьми, которые принимали участие в этих переговорах. Они говорили, слушайте, у нас столько пространства. Вы приходите, вкладывайте, ну и показываю там на чистое поле. Не будет так. Потому что объясните, сколько Китай должен вложить, сколько мы должны получить совместного, совместной прибыли. И объясните, пожалуйста. Ну, знаешь, это детский сад. Это то, что прекрасно понял и рассчитал в свое время калужский губернатор. Очень мудрый человек. Вот он же как сделал? Он для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции, он нулевой цикл. За свой счет, за счет губерния, особые условия. И вот таким образом и появилось калужское чудо, когда целые кластеры появились. Да, это правильно. Но ведь, смотрите, как китайцы, не только китайцы, как вьетнамцы, как индийцы даже привлекают сейчас инвестиции. Они что-то строят, нулевой цикл, или просто они строят свои ангары, заводы, пустые цеха. И потом говорят, все, вот мы вложились. Приходите, инфраструктура более-менее готова. И выпускаете интересную для всех продукцию. А просто показать на чистое поле, ну это вот поставить себя в дурацкое положение. Поэтому надо учиться. Или хотите привлечь инвестиции, китайские, какие другие, учитесь. В конце концов, например, можно делать... Ну вот сейчас время у господина Артамонова есть, можно его привлечь. Он расскажет, вот опыт калужской губернии применить Крыму к работе с китайскими инвесторами. Да я считаю, что Калуга – это просто класснейшая история, правильная, абсолютно история. Но у Калуги своя должна быть история, у Крыма своя история. Потому что Крым хорош, например, не для того, чтобы там заводы сделать и загадить экологию Крыма, а, например, сделать зону высоких технологий, обнулить НДС, на какое-то время обнулить прибыль. И тогда пойдут люди, потому что деньги идут там, где проще работать. Они не идут под лодку. Деньги как вода. Как сказал Лао Цзэ, деньги как вода. Как великая дауна. Ну вот с этого и надо начинать. Поэтому на самом деле, почему Китай так и засуетился? А потому что он понимает, что мировая торговля не восстановится только его усилиями. Потому что США не заинтересованы, судя по всему, переналаживать логистические связи. Но ничего, говорит Китай, мы сейчас будем создавать свои новые. И с Украиной, как мы видим, обломы Китая. И то, что Китай хочет подать в суд на Украину за мотор Сич, это же не от хорошей жизни. Это тоже впервые за всю историю. По-моему, китайская убийца, когда Китай подаёт в суд на страну на целую. Но потому что они раньше таких тупых не встречали. Ну, кто мог догадаться, произвести национализацию, обратную национализацию? Ну, я имею в виду моторов завода мотор Сич. Потому что я считал то, что китайцы об этом пишут. У них первая реакция – ни злость, ни чего. Недоумение. Вот зачем он это делает? Потому что тем самым отрезать инвестиции в Украину, не только китайские, но и любые другие. Потому что любой человек будет вспоминать вот эту историю с мотор Сич. А начнётся суд, об этом вообще все узнают. Поэтому, ну, берите себе украинцы, берите экспертов, в конце концов. Даже, как говорится, мы не против проконсультировать Украину. Нам важно, чтобы страна, которая находится рядом с нами, развивалась стабильно и, по крайней мере, без глупостей. Хорошая идея, только вряд ли это возможно. Спасибо большое, Алексей. Вы слышали профессора Маслова, исполняющего обязанности директора Института Дальнего Востока. Спасибо.